О борьбе с коррупцией, незаконным оборотом алкогольной продукции, о состоянии преступности в среде несовершеннолетних, об этом и многом другом доложил начальник УМВД России по Ненецкому округу Олег Яковлев. Сегодня он выступил с отчетом о деятельности окружной полиции в 2016 году на сессии собрания депутатов НАУ. Борьба с экстремизмом, противодействие развитию межконфессиональных и межнациональных конфликтов, совершенствование следственной практики, производство дознания, организации раскрытия преступлений, а также снижение уровня теневой экономики и коррумпированности, административных правонарушений, тяжких преступлений и ДТП – вот неполный список задач, которые стали первоочередными в деятельности полиции округа в 2016 году. Все предпринятые меры способствовали укреплению законности и правопорядка на территории региона, отметил в ходе доклада Олег Яковлев. Отмечен ряд положительных тенденций в структуре преступности. При этом основной акцент в 2016 году был направлен на полноту и объективность учёта преступлений. Всего зарегистрировано 763 преступления. В расчёте на численность населения уровень преступности снижен на 10%. Под тяжким и особо тяжким составом уровень преступности по итогам года на 21% ниже среднего значения по субъектам Северо-Западного федерального округа и на 9% среднероссийского показателя. В результате профилактической работы полицейских число убийств снизилось на 22%, хулиганств – в четыре раза, грабежей – на 27% и краж – на 10%. По словам Олега Яковлева, в результате постоянного контроля за работой дежурных нарядов в прошлом году удалось добиться 20% роста раскрытия преступлений по горячим следам. Всего по итогам года раскрыто 473 преступления. Эффективность повысилась на 30%. На 19% улучшились результаты по установлению преступников. Раскрываемость убийств достигла 100%. Раскрыто 22 преступления из категории прошлых лет. Также первостепенной задачей для полиции является противодействие коррупции, выявление экономических преступлений. В прошлом году было раскрыто 32 таких преступления. Число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками МВД, к сожалению, сократилось на 50%. Выявлено лишь одно преступление коррупционной направленности. На 28% сократилось количество преступлений, совершённых в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более тысячи фальсификатов. Под контролем была и ситуация с незаконным оборотом наркотиков. В этой сфере выявлено 52 преступления, из которых 42 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Зарегистрировано 40 лиц, употребляющих наркотические средства в немедицинских целях, и 13 больных с диагнозом наркомания. Огромное количество профилактических мероприятий было проведено отделом ГИБДД. Направлены они были на сокращение на дорогах количества нетрезвых водителей. Как итог, 54 уголовных дела и 207 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. Также, по информации Олега Яковлева, на 50% увеличилось количество уличных преступлений. В том числе на 31% возросло количество краж на объектах торговли. В этой связи основной акцент необходимо сосредоточить на совместной работе с руководством объектов и администрации города Янмар по установке систем видеонаблюдения и других вопросов технической укреплённости. Практика показывает, что данные мероприятия имеют колоссальный профилактический эффект. Уровень подростковой преступности на протяжении последних лет остаётся одним из самых высоких по стране. По итогам 2016 года число преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось на 70%. Основную долю составляют кражи, угоны, грабежи. По информации Олега Яковлева, 44% несовершеннолетних преступников воспитывались в неполных семьях. 27% воспитывались в учреждениях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. А затем проживали в общежитиях образовательных организаций. В последние годы, на наш взгляд, складывается негативная практика части применения к несовершеннолетним, совершившим преступление, эффективный мер уголовного наказания. Так, судами в отношении одних и тех же лиц неоднократно применялись статья 25 примирения сторон. Статья 27 освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Что при отсутствии дольного контроля со стороны родителей способствует формированию у подростков чувства вседозволенности и безнаказанности. Самым главным фактором Олег Яковлев назвал недостаточность межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики подростковой преступности. В то же время, по итогам года, снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Ирина Цепетва, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.